Сзади видно, что мы в Хакасе. Пожалуйста. Итаж Борисович, ты тогда садись. Мы хотим зачитать обращение, то обращение, которое мы в принципе направляли. Да, 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 сам текст. Постановление Народного Хурала, да. Хотим зачитать обращение, которое отправляли депутаты Народного Хурала 25 декабря 2020 года. Уважаемые депутаты Верховного Совета Республики Хакасе, 28 декабря одна из самых трагичных дат в истории нашей республики. Это день памяти жертв депортации калмыцкого народа. Памятная дата была установлена 12 декабря 2004 года Народным Хуралом, парламентом Республики Калмыкия. Именно 28 декабря 1943 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР, и началась операция УЛУС, во время которой 28-29 декабря 1943 года калмыков массово депортировали в Сибирь. Накануне 27 декабря вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР. Согласно последним исследованиям, следствием депортации стала гибель почти половины калмыцкого народа. В 1991 году был принят закон в СССР от 26 апреля 1991 года под номер 1107-1 о реабилитации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика произвола и беззаконие, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинства не только репрессированных, но и всех других народов страны. 29 января 2020 года спикер Верховного Совета Республики Хакаси Владимир Штыгашев в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оклеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, которой кто-нибудь у фашистов не служил карателем, фактически записал всех калмыков в предатели и оправдал депортацию калмыков в 1943-1944 годах. Отдельные факты предательства были у всех народов. На фронтах Великой Отечественной войны воевала, по данным профессора К.Н. Максимова, более 21 тысячи калмыков. Несколько сот человек участвовали и в партизанском движении. Больше 9 тысяч калмыков погибли. Около 4 тысяч награждены орденами и медалями. Среди них 10 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Их было бы больше, но в связи с депортацией фронтовиков калмыков начали отзывать с фронтов в январе-марте 1944 года и отправлять как предателей в Широклаг, в Широковский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, где фронтовики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы, изменники родины. Среди воронтовиков калмыков, заключенных Широклага, были 446 сержантов и солдат, награжденных орденами и медалями. В том числе орденом Ледина 1, Красного Знамени 3, Отечественной войны 2 и 3 степени 8, Славы 3 степени 17, Красной Звезды 47, медалями за отвагу 141, за боевые заслуги 93, за оборону Сталинграда 105, за оборону Ленинграда 34, за оборону Кавказа 10. Все приведенные факты говорят о том, что воины калмыки героически сражали на фронтах Великой Отечественной войны и партизанских отрядов. Уже доказано, что в отношении калмыков акт геноцида был одним из самых жестоких в СССР. Верховный Совет СССР в своей декларации 1989 года признал варвастом сталинского режима депортацию народов. В статье 4 закона РСФСР от 26 апреля 1991 года о реабилитации репрессированных народов говорится, что лица, которые агитируют в пользу оправдания сталинских репрессий, должны подвергаться ответственности в соответствии с установленным порядком. Оправдание геноцида целого народа является таким же преступлением, как и сам геноцид. До сих пор Владимир Штыгашев не понес должного наказания за свое заявление. Более того, как следует из передачи Федерального канала «Россия-24», руководством региона принято решение его примировать повышенной годовой зарплатой на более чем 1 миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашевым, несовместимо с занимаемой мы в должности председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Мы, депутаты Народного хурала, парламента Республики Калмыкия 6-го созыва, предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакасия рассмотреть вопрос о соответствии председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Штыгашева с занимаемой должностью. Считаем, что Владимир Штыгашев должен понести соответствующее наказание и сложить с себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Ну и от себя хотелось бы вот у завершения сказать, да я как мужчина, как сын калмыцкого народа, призываю вас, Владимир Николаевич Штыгашев, публично, также с трибуны Верховного Совета Хакасия признать свою чудовищную ложь в отношении моего героического народа и опровергнуть все сказанные вами слова. Также я призываю вас, Владимир Николаевич, чтобы вы самостоятельно покинули пост председателя Верховного Совета, не возлагали данную ответственность, не разделяли данную ответственность с депутатами Верховного Совета Хакасии. А иначе сколько еще глупой лжи вы сможете наговорить с данной трибуны? Преступной лжи. И далее потом не иметь за это никакого ответа. У вас нашлось наглости и глупости публично оболгать мой героический народ. Так найдите же в себе чуточку смелости и мудрости признать эту чудовищную ложь. Все. Жаль, что сегодня принято решение не разрешить депутатам Народного хурала Республики Калмыкия выступить на 24-й сессии Верховного Совета Республики Хакасия. Этим решением, я считаю, господин Шпигашев сделал большой шаг в своей отставке. Она произойдет. Сегодня депутаты Народного хурала заявляют, что они оставляют за собой право в дальнейшем обратиться в компетентные органы. Господин Шпигашев нарушил несколько федеральных законов, поэтому он должен отвечать по закону. Любой человек, а не только должностное лицо, которое позволило себе публично с трибуны законодательного органа субъекта Российской Федерации оскорбить и оклеветать целый народ, должен понести наказание. Можно я тоже допомню, два слова скажу. Мы приехали сюда издалека не для того, чтобы оправдываться, а мы приехали донести мнение всего калмыцкого народа, всех жителей республики, твердую позицию, несогласие с этой чудовищной ложью. И мы требуем отставки председателя Верховного Совета Республики Калмыкия, то есть Республики Хакасия Шпигашева Владимира Николаевича и его уголовной ответственности. Мы прекрасно знали, и я знал, что, конечно же, человек, который говорит ложь, он трус. И он как трус поступит и в дальнейшем. И то, что сегодня наших депутатов, наши делегации не пустили на сессию, на открытый тесный разговор, как раз-таки говорит о том, что люди знают, что они неправы, они знают, что они лгут. И это как раз-таки красноличивое доказательство их неправоты. Они струсили, они сами признали свои чудовищные лжи. Это не просто ничего, они не знают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...